Местные дорожники не будут использовать химреагенты для борьбы с гололедом. Такое решение принято с учетом опроса граждан об этом. Специалисты профильного ведомства заявили на очередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Главная тема – профилактика детского травматизма и готовность коммунальных организаций к эксплуатации транспортных артерий и улиц в зимний период. Сейчас департамент строительства ЖКХ просчитывает нормативы на содержание дорог, после чего будут объявлены торги на определение подрядчика. Контракт с ним планируется заключить с ноября. В договоре будут прописаны требования к составу возможных к использованию антигололедных материалов. В свою очередь, первый заместитель главы администрации Нарейдмар Андрей Бережной отметил, что в настоящий момент муниципальным предприятиям уже заготавливается противогололедный материал – это песок. Закуплено 2000 кубических метров, дополнительно приобретут еще столько же. Между тем временно исполняющий обязанности начальника региональной госавтоинспекции обратил внимание хозяйственников на недостатки эксплуатации автодорог в прошлый сезон. В их числе гололед на проезжей части, колейность, снежные валы в места, где их размещение недопустимо. Коммунальщикам рекомендовано своевременно реагировать на погодные изменения, оперативно приводить дороги в нормативное состояние. Вместе с тем, количество дорожно-транспортных происшествий, по данным ГИБДД, значительно снизилось. Так, за период январь-июль текущего года в округе зарегистрировано 15 аварий с пострадавшими. За аналогичный период 2017-го произошло 26 ДТП с 30 пострадавшими. В трех ДТП мы зафиксировали недоступные дорожные условия. В прошлом году такого у нас факта не было. Первое у нас недоступное дорожное условие, это у нас на Ленино возле церкви, где у нас наезд был на девочку. Там получается существенная достатка, это отсутствие ограждения. И второй момент, у нас на Ленино, где у нас отсутствует светофор на объекте для пешеходов со стороны администрации. К сожалению, до сих пор приняты меры, нам не удалось привести соответствие этот перекресток к установленным требованиям. Чтобы привести соответствие этот перекресток к установленным требованиям, нами было направлено письмо для прокурорской регионе прокуратуры Нейско-Автономного округа.